Ну вот, отверстие в заборе рядом с остановкой, и прямо напротив был музей. Повезло, все было разрушено, а музей чудом уцелел. Краевед Семен Травин о сносе цехов ЕЗТА узнал из СМИ. Решил проверить, не осталось ли там исторических документов. В таких ситуациях вывести их часто забывают. С трудом пробравшись на территорию, с камерой в руках, Семен начал поиски. Находка превзошла все ожидания. Ковшами экскаваторов едва не был уничтожен памятник заводчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Располагался он в музее предприятия. На гранитных плитах записаны имена погибших во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что об этом забывать нельзя, и то, что в наше время это очень важно. И не случайно я их оттуда с таким усердием вывозил и спиливал. 25 имен, судьбу половины из них уже удалось выяснить. Большинство заводчан пропали без вести. Помимо плит спасти удалось часть вечного огня, что было рядом, и документы. А на этих фото память о том, каким был музей завода когда-то. Роспись на стенах теперь можно увидеть только благодаря им. Рисовал ее в 70-х художник Геннадий Антонов, проработавший на заводе почти 20 лет. Геннадий Петрович рассказывает, писал в прямом смысле с любовью. Вот это вся малевание из-за Татьяны Николаевны, была завмузеем Татьяна Николаевна. Если бы не она, я бы, может быть, так и лихо не взялся. А надо же показаться старику. Перед уже она красавица. Сейчас музея уже нет, снесены и почти вся цеха. На их месте планируют построить жилой квартал. Оставят высотку на свободе. В прошлом административное здание завода. Из его окон бывшие работники наблюдают, как по кирпичам разбирают их молодость. Орден Тодовой славы у меня третьей степени. Квартиру получил на этом заводе. Завод в душе все время. Славился министр, проезжал, вручал дипломы заводы, переходящие знамена. И стало заводом. Дальнейшая судьба памятника пока остается неизвестной. Но активисты надеются, что в будущем они все-таки займут свое место здесь, среди новостроек жилого квартала. Нина Колтина, Елена Масалова. День в событиях.